Как найти толкового фрилансера для Ютуб-канала? Вы должны понимать, что понятие «толковый фрилансер» вот из того, как это работает. Фрилансер – это человек, это не специальность, потому что многие путают, все думают, что фрилансер – это некая специальность, которая есть. И вот меня научит фрилансеру или я хочу научиться быть фрилансером. Друзья мои, фрилансеры, фриланс – свободное копье. Так вот, свободное копье, раньше фрилансеры – это были воины, которые были наемники. Они просто ходили и предлагали свои услуги. Теперь фрилансеры – это не только художники, дизайнеры, монтажеры. Учитель английского языка, приходящий к вам домой – это фрилансер. Повар, приходящий вам готовить еду – это тоже фрилансер, потому что он работает тогда, когда он хочет, когда он может, и с тем, кого он, ну, то есть он не то, что на удаленке, а он свободен. И вот это, то есть, отличается это в том, что это люди, которые не привязаны к одному работодателю. Все, больше отличий нет. Как это работает? Если вы думаете, что вы такие, что бы найти с фрилансера, делай так, делай так. Нет. Все очень и очень сложно. Я с моими пятнадцати лет опыта на фрилансе с удаленными сотрудниками и то могу ошибаться в выборе того или иного фрилансера. Очень часто я заказываю одну работу у пятерых, которых я выбрал по определенным причинам, а потом уже из этих пятерых выбираю лучшего. Но я трачу и время, и бюджет, и опыт. И когда вам кто-то скажет, что он поможет вам, или это лучший фрилансер, потому что… Тут очень много вопросов. Если вы хотите выбрать для себя хорошего фрилансера под вашу задачу, первое, вы можете сами заниматься поиском, можете обратиться к нам, и мы вам поможем найти фрилансера под вашу задачу. Почему? Потому что у нас есть опыт, у нас есть база тех, с кем мы работаем. Я сам, как заказчик, как фрилансер на биржах фрилансов в топе, вы можете посмотреть ссылочки под этим видео, я дам, да, и убедиться, что у меня тысячи отзывов от клиентов и тысячи отзывов от фрилансеров. Я на фрилансе уже тринадцать лет, четырнадцать. У нас есть школа фриланса, которая сделана именно для того, чтобы искать хорошие кадры. Потому что я точно знаю, что из ста человек, которым я дам тестовое задание, хорошо его сделают десять. Из этих десяти я выберу трех. И из этих трех, да, я, скорее всего, выберу одного, и то я могу ошибиться. Так вот, чтобы выбрать одного, я отработаю сотню. А вы хотите получить некий секретный секрет, при помощи которого вы безошибочно выберете того самого индивидуального гения, который сделает вам все. Более того, вы ошибаетесь, когда пытаетесь нанять дизайнера, монтажера, звукооператора, потом контент-менеджера и SMM-менеджера в одном флаконе. Таких людей не бывает. Поэтому, если вы хотите нанять толкового фрилансера, приходите к нам в школу фриланса. У нас есть целый курс, так и называется, курс для заказчика на фрилансе, который мы сделали специально для тех, кто хочет нанимать фрилансеров, учитывая наши грабли, наши ошибки и наши советы, рекомендации. Или же прийти к нам и мы вам поможем за относительно небольшую плату нанять достойного исполнителя под ваши задачи при условии, если у вас есть ТЗ. Без ТЗ результат ХЗ. ТЗ – это не точка зрения. ТЗ – это техническое задание. Поэтому, друзья мои, как найти толкового фрилансера для вашего канала? Ответ просто быстро и с гарантией никак. Пара-пара-пам.